Меня зовут Зуравлёва Евгения Владимировна. Я ответственная секретарь отборочной комиссии факультета гуманитарно-социальных наук Российского университета Дружбы народов. И сегодня я вам немножечко расскажу о том, что такое наш факультет и наш университет, кто не знаком с ним. А далее мои коллеги с Питера расскажут вам о нескольких программах по направлению философии. Собственно, кто не знаком, хорошо, значит познакомимся. Соответственно, у нас университет многонациональный, интернациональный и по праву заслуживает это звание одного из самых многонациональных университетов нашей страны, так как обучается, предстоит порядка 154 стран мира и более 500 национальностей. Сегодня, например, на нашем факультете у нас проходит национальный день Кубы и студенты из Кубы, соответственно, представляют свою страну во всех красках. Этим образом поступающие к нам ребята всегда могут познакомиться и с носителями языка из других стран, и познать культуры других стран, и в дальнейшем устроиться работать по всем уголкам мира. Здесь вы на страничке, которая представлена в презентации, видите статистику по основным характеристикам нашего вуза. В первую очередь это, конечно, количество студентов. Наш университет представляет собой классический университет, в нем представлены не только гуманитарные специальности, но и естественные науки, инженерные, соответственно, поэтому мы по праву являемся самым студентом классическим университетом. У нас более 28 тысяч студентов обучаются, среди них не только российские граждане, но и иностранные, как я уже упоминала. Как правило, в группах у нас 50 на 50, 50 представителей из других стран, и 50 российских граждан. По окончанию нашего университета у выпускников есть ряд преимуществ. В первую очередь это получение нескольких дипломов. Вы можете получить не только диплом по специальности, но и диплом переводчика. Это, собственно, программа второго высшего образования. Вы также получаете полученную квалификацию. Что касается магистратур. Магистратура у нас порядка 150 по разным направлениям, как я уже говорила, от естественных до гуманитарных. И особо... Так, на вопросы отмечу чуть попозже. Все читаю, все вижу, обязательно расскажу. Что касается приложения диплома. Всем студентам, выпустившимся из РДН, выдается диплом общеевропейского образца, диплома сапплома. То есть вы можете предъявить его как ваши оценки в любом европейском ВУЗе, и он будет также в защиту. Вам не нужно будет свой диплом, соответственно, настретифицировать. Далее. Академический обмен. Это еще один плюс. Как правило, все наши студенты ездят на стажировки. Это и этнишколы, это и стажировки годовые. То есть все поддерживается. Далее. Ну, аспирантуру, я думаю, что здесь пока что не планируют наши абитуриенты. Если вы будете в дальнейшем продолжать свои научные деятельности, то также у нас есть и программа аспирантуры и ординатуры. Еще несколько преимуществ нашего университета. Мы являемся автономным учреждением, соответственно, имеем право устанавливать стандарты для, соответственно, высшего учебного заведения и право с недавнего времени присуждать ученые степени, кандидаты и доктора наук. Защиты будут проходить на базе РДНа, соответственно, утверждаться и аппаратироваться именно в российском университете и международном учреждении. Отвечая на ваш вопрос, каково соотношение в группах русских и иностранцев. Зависит, конечно, от специальности. Я сказала 50 на 50. Я преподаватель кафедры международных отношений, поэтому у нас достаточно много иностранных студентов, но и на других направлениях также. Достаточно степени владеют русским языком, не тормозят русских студентов. Нет, такого не происходит. Во-первых, потому что все иностранные студенты... Да, не могу это сказать. Все иностранные студенты проходят подготовительный факультет, они год изучают русский язык, также у них, как у российских студентов, помимо иностранного языка, есть еще и русский язык, продолжающий русский, как иностранный, то есть они всячески обладевают русским языком, в частности, по специальности, которую изучают. То есть у них специализированные курсы не просто общие по различной речи, но и еще заточены под конкретную специальность. Вопросов, как правило, не возникают. Ребята все талантливые, у нас и продолжают обучение в инвестраторе, и в аспирантуре, и становятся кандидатами наук с хорошим уровнем русского языка. Что касается нашего факультета, он был образован в 96-м году, как вы видите, на базе историко-филологического факультета, то есть изначально, собственно, гуманитарный профиль он и был заложен в историко-филологическом и развился уже в рамках нашего факультета. Факультет возглавляет доктор философских наук. Собственно, мы сегодня с вами о философии будем разговаривать профессор, заведующий категории этики Владимир Анатольевич Свык. Поэтому философское направление, оно из идущих в нашем университете и по балам, например, поступающих на бакалавриат, показывают один из самых высоких баллов при поступлении учебного России, и по уровню преподавания качества преподавания самой специальности на факультете. У нас по мини-философии и философских четырех кафедр еще есть 11 кафедр, которые ведут подготовку по семье и остальным направлениям. Тоже можете на них посмотреть, да, все они представлены, не буду перечислять. По каждому из этих направлений у нас также будут уже семинары. Вчера у нас был семинар по истории, на следующей неделе у нас также предполагаются семинары. Вы сможете присоединиться и послушать, собственно, об этих программах, будут представители и других кафедр. Далее. Я сейчас буду передавать слово своим коллегам, они подробно расскажут о программах, а я, в свою очередь, завершу наш с вами вебинар, рассказав о процедуре подачи документов. Ну, семинар-вебинар, я его так называю. Еще хотела бы сразу пригласить вас у нас на следующей неделе, во вторник, в 6 часов вечера на факультете состоится день открытой двери для магистров. И если вы у нас еще не были, то вы можете приехать и познакомиться с самим университетом, и уже задать вопросы личным деканам, заведующим кафедрам и другим ответственным на работу со студентами. Так, передаю слово своим коллегам, оба коллеги, заведующие кафедрами. Первая моя коллега и спикер Ильева Марина Ливенвертовна, профессор, доктор философских наук, заведующая кафедрой антологии и теории и познания. Ее спутником по диалогу будет Дорог Владимир Николаевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой антологии и теории и познания. Они вам расскажут о своих программах, а также, если у вас, так, как можно попасть, сейчас скажу, если у вас будет вопрос непосредственно к нашим студентам, то мои коллеги привели с собой здесь в аудитории, находятся наши магистр и аспирант, и можете задать рекомендуем вопросы, как им учиться, как они, собственно, себя чувствуют в стенах нашего университета и, собственно, пообщаться. А сейчас передаю слово своим коллегам. Можно выточнить по поводу астронатуры полного дня? Здравствуйте. Мы рады, что вы к нам присоединились. И о том, что у нас сегодня аудитория, как я понимаю, не очень большая, но, тем не менее, в любом случае, мы довольны тем, что вы заинтересовались нашей магистратурой. Магистратура наша называется «Знание ценности трансформации и в изменяющемся в вузе». Название это, конечно, не случайное. Более подробно о программе астронатуре мы сейчас вам расскажем. Я буквально хотела несколько предваряющих величайных дел. Во-первых, Евгения Владимировна достаточно подробно рассказала о нашем вузе, о замечательном, уникальном, неповторимом вузе, который сейчас выполняет важную миссию и пытается проводить рейтинг самых лучших вузов всего мира. Вы, наверное, слышали об этой программе, в которой участвовали в более 20 вузах в России, лучших вузов. И вот наш РДН как раз оказался в числе этих самых лучших вузов. И первое, что мне хотелось бы отметить, еще хотелось бы подчеркнуть, что помимо того, о чем говорил Евгения Владимировна, что он самый многонациональный, многоговорящий, он еще и, конечно, многопрофильный. Она упоминала о том, что мы фактически готовим студентов не только по гуманитарным направлениям подготовки, но и по техническим специальностям, по естественным дисциплинам. И все это, вся вот эта медисциплинарность, она тоже является уникальной совестью нашего университета. Таких классических университетов, поверьте, мир России, осталось совершенно мало. Ну а наш РДН сохранил, во-первых, традиции, самые лучшие традиции советского образования. И, конечно, сейчас мы пытаемся вводить в мировую риту в сегодняшний день, сегодняшний день. И, конечно, еще хотелось бы мне сказать также о том, что факультет, на который вы можете поступить, если выберете нашу магистратуру, это факультет, объединяющий 15 кафедр. И все эти кафедры, у всех этих кафедр очень хорошие специалисты. То есть я сейчас не буду хвалить философское направление, но поверьте мне, если быть честным и откровенным, хотя в такой ситуации, наверное, вы не очень видят меня откровенности, но тем не менее наше направление представлено выдающимися преподавателями, это и ученые, представители или преподаватели, сотрудники и института хорошее, института хорошее, института социологии, других, выдающихся научно-исследовательских учреждений. То есть, поскольку, как мы с вами догадываемся, немножко сейчас ответ, плюс все-таки магистратура это больше научная специальность. То есть вы получаете магистратуру не образование бакалавра, а магистр-сирософия, конечно, в большей степени научную специальность. Так вот обеспечивать эту подготовку. Добро пожаловать на самый известный, ну, не самым известным, но один из самых известных специалистов в области философии. И здесь, конечно, вам, и с этим, и Хмель Михайловичем. Это не Владимир Николаевич. Я не знаю слова, Владимир Николаевич, и он немножко подробнее рассказал о том, какова все-таки рабочая программа магистратуры. Добрый день, мои слушатели. Ну, да, я клинируюсь в разговор по поводу нашей магистратуры. Вот, Марина Великбертовна уже сказала, что у нас название этой магистратуры знаний и ценностей «Трансформация в изменяющемся мире», достаточно длинное название, но ключевые здесь, понятное дело, слова «знания» и «ценности» в изменяющемся мире. То есть то, что, собственно, волнует, наверное, независимо от уровня образования, от сферы, вот, поэтому, в общем-то, философия здесь сохраняет свою, как бы, такую базовую экологическую, универсальную роль и пытается анализировать, пытается осмыслить самые, что ни на есть, злободневные проблемы, но в таком, как бы, не, может быть, не ключе вот быстрого ответа или какой-то рекомендации, которая сейчас вот одномоментно что-то изменит, а, наверное, в той, так сказать, в той традиции философских размышлений, которые в большей степени относятся к самому человеку, чем к тем, так сказать, к тому окружению и техническому, технологическому, я не знаю, какому, как к любому, да? То есть все эти знания, которые человек получает и те проблемы, на которые он пытается открыть и которые пытается решить, это прежде всего проблемы самого человека, его внутреннего мира, его отношения к этому миру. Вот, поэтому здесь у нас все-таки мы готовим прежде всего грамотных, не специалистов, а грамотных личностей, потому что специалист — это все-таки достаточно такое, можно сказать, название для определения, для самоопределяющегося человека. Универсальная — это все-таки личность, которая действительно обмечает в себя многие аспекты характеристик человека в этом мире. Но ближе к той программе, которую мы здесь представляем, которую мы предлагаем, и вам попробовать освоить, это программа, которая состоит из нескольких блоков. В ней заключены как раз проблемы, связанные с логическими дискурсами, то есть той сферой, которая относится к сфере способностей человека изложить материал, аргументированно его обосновать и, соответственно, точку зрения свое изложить так, чтобы она была понятна и каким-то образом воздействовала на окружающих. Блок, связанный с современной философией, как российской, так и зарубежной, то есть все те проблемы, которые и в технологиях, и в этической сфере заключены и в целостной, соответственно, все эти сферы, которые связаны и с нейтрализацией, и, соответственно, с проблемами биоэтики, медицины, то есть все это те проблемы, которые действительно сегодня актуальны и имеют философский уровень осмысления, поэтому философы, конечно, здесь не остаются в стороне. И наши специалисты, которые являются высокими и остепененными в основном преподавателями, мы, кроме своих задействованных и ученых с института философии, с академии наук, здесь вы встретитесь действительно с людьми, которые эти современные проблемы, ну, знают не понаслышке и не из, так сказать, не из Википедии получают ту информацию, которую приходится с вами делить. Это специалисты высшего, как строить уровни, поэтому то, что они вам предлагают на своих занятиях, это интересно даже не только магистрантам, а и самим преподавателям, может быть, не настолько выглублены в эту сферу интересов. Также, конечно, требования к языку, к современным языкам, и это тоже вполне оправданно понятно, ввиду того, что сегодня и в целом, да, уровень коммуникации чрезвычайно интенсивен, ну, и уже говорили здесь о специфике нашего УЗа, ну, здесь, с одной стороны, вам предоставляется великолепная возможность выйти, не выходя за территорию в университета, выйти уже в международное пространство взаимодействия, да, с другой стороны, конечно, это возлагает ответственности на ваше знание иностранного языка. Ну, и в целом современная философия, как в нее проникнуть, если вы не читаете, значит, и статьи, и книги на иностранных языках, если вы не общаетесь, либо со своими сверстниками, либо со своими преподавателями, также, из разных стран. Поэтому здесь, конечно, ну, тоже такая, как бы, такая специфика и УЗа, и современного состояния философии и науки в целом, что знание, конечно же, обязательно, и знание хорошее. Ну, и еще об одном, как бы, моменте, который тоже заключен и в учебном плане, и, собственно, в жизни в целом, и факультета, и направления, это компоративистика, это направление, которое, ну, собственно, родилась из специфики самого УЗа, философская компоративистика, связанная с, конечно, сравнительным анализом различных традиций, как в философии, как в культуре и в языках. Вот, и повторюсь, здесь, как бы, как раз этот аспект философских исследований, он, опять же, очень хорошо представлен в эмпирическом таком преломлении, потому что сегодня говорили, что вот кубинские студенты презентуют свою традицию, буквально показывали, что это такое и в одежде, и в песнях, и в танцах, и в сувенирах, и в каких-то, так сказать, исторических сюжетах. То есть, сегодня на первом этаже смотрел бегущую ленту новостей. Каждый день буквально насыщен какими-то мероприятиями, связанными с различными презентациями и европейских культур, и арабских, и, так сказать, африканских. То есть, здесь у вас эмпирический и теоретический уровень будет, так сказать, вместе представлен. Поэтому, ну, говорить философы умеют иногда, говорят много. Наверное, на этом мы закончим презентацию. Хотя, вот, может быть, буквально две минутки на марковских праздниках, да, вот, небольших, да, состоялось подписание еще одной магистрской программы, саму университетом КНР, Китайская республика, да, где философы тоже задействованы, они могут принимать участие, и это, так сказать, вариант такого двойного, да, двойного диплома, магистратура, которая делится на две части. Первый год обучения в Шандуне, Китае, второй год в Рудейне. И, соответственно, вы получаетесь специалистами, да, серьезного такого восточного уклона и философии, и, наверное. Ну, вот, на этом, наверное, все. Повторюсь, мы, у нас здесь есть, да, и аспирант, и магистрат, и можно, так сказать, конкретно. Да, да, Павел, повторюсь, первый год вы живете, работаете, учитесь в Шандуне. Это, сейчас вот Пекан приехал, рассказывал, это почти силиконовая долина в китайском варианте, да, то есть это вот такой наукоград рядом с морем, где все подчинено именно такому университетскому образованию и науке. В общем, такой интересный вариант. А дипломы защищают у нас здесь и на китайском языке. И получать два. Защищают один диплом на китайском языке, но получают, то есть работу, одну работу, но получают два диплома. Было подробно этот вопрос, и будут ответить наши спиранты. Здравствуйте, уважаемые дипломы, меня зовут Черных Варвара, я аспирант первого года, у меня коллега-пладшая Анастасия, на первый год магистратуры, и мы ответим, скажем так, из первых уст ответим на ваши вопросы по поводу того, каково же обучаться в руке, в магистратуре, в аспирантуре. По поводу программы двойного диплома, там ситуация такая. Вот вы учитесь за рубежом, приезжайте сюда, через год доучиваетесь второй год в России, защищаете работу на китайском языке, в данном случае, потому что двойная магистратура с Шандонским университетом. И на выходе у нас получается два диплома. Два диплома, диплом Шандонского университета и диплом Российского университета дружбонародия. Ну, параллельно вы можете, конечно, еще и депор взять, если хотите, по языку или еще по какому, по каким-то дополнительным курсам, это вы можете посмотреть на сайте РУДН. Какие у нас еще есть вопросы именно по процессу обучения по программе, может быть, может быть, по тому, каково же сложно, не сложно учиться в РУДН. И, в принципе, вот как раз по презентации по поводу профессиональной деятельности и трудовосудовства. Есть у кого-то еще вопросы? На этот вопрос у нас потом еще в конце ответит. Председатель примененной комиссии. Она расскажет по поводу конкретных документов. Но вообще, каждый раз, сроки, они примерно одинаковые, поэтому в этом еще не было. Сколько я сейчас понимаю. А конкретно именно по процессу обучения. У нас есть еще, если вдруг кто, кроме регистратуры, потом, что в аспиратуре пойдет, то есть у нас еще дополнительная программа, так называемая, аспиратурой полного дня. Это хорошая возможность, введенная Российским университетом для того, чтобы можно было, скажем так, получать достойную стипендию и заниматься наукой тренингом. То есть сейчас у вас будут требоваться по этой программе публикации в журналах, в Спокусе, в Web of Science, в ВАГ, РИНС и всяческое участие и произвижение собственной работы. Это полезно с той точки зрения, что вы постоянно будете вертеться в научной среде, среди специалистов в своей области интересов, в своей области исследований. Постоянно будете с ними общаться, возможно, даже кооперироваться, будете ходить на конференции, участвовать активно. Ну и стипендия, она довольно-таки высокая, это 1200 рублей бакалаврский. И при этом вы можете, вы и себя, скажем так, покажете во многом в научных кругах и наберетесь опыта, опыта преподавательской деятельности. Что насчет работы? Как раз Павел задал вопрос, где работают студенты? Студенты, как правило, да, преподавательные, хотя кроме преподавательской деятельности есть еще редакция. Вот, например, лично я еще работаю в редакции научного журнала, выпускающим редактором. Занимаюсь приемом статей, редактурой первичной, аркаптами, рецензированием и публикацией. Ну, это тайна в этом плане, но вполне себе достойно можете, достойно можете себя обеспечить. Кроме средств массовой информации, музеи и библиотек, вы можете также работать по отмену государственной власти. В общественных организациях, в коммерческих структурах, в архиве. Все зависит от вашей сферы деятельности. Я, например, специализируюсь на современной китайской философии, и, как правило, я могу работать как переводчиком, так и коммерческой структурой, так и редактором, как я сейчас пока работаю. Ну и параллельно у меня еще как раз аспирантура полного дня. Поэтому вариаций много. Все зависит от вас в этом плане. Что вы захотите сами выбрать в качестве своего значения, в качестве первичных своих изысканий. Да, в качестве старта подсказывает. Передаю еще вы, Анастасия, она расскажет вам про магистратуру конкретную, как она учится, что ей нравится, что нет, с какими трудностями можно столкнуться во время обучения, возможно, если она будет. И, в общем, все всякое. Хотела рассказать про магистратуру, но начать хочу с того, что я заканчивала в ГУ, не философию. Я заканчивала ГУ. Но это мне не помешало поступить сюда, здесь проучиться. Вот уже первый семестр я проучилась. Все предметы очень актуальны. У нас, в принципе, легко удалось такое переключение из ГУ и философии. Например, у нас много преподавателей, профессоров с Института философии ИРА. Они у нас преподают такие предметы, которые посвящены проблемам искусственного интеллекта, или же биоэтики, или в общем всем и всем любопытным проблемам, которые мы пытаемся решать. Это скорее вопрос, наверное, ко мне. По поводу совмещения учебы, обучения с работой, например, в магистратуре, к сожалению, совмещать будет тяжелее. По крайней мере, на первом году обучения точно, потому что там довольно-таки приличная нагрузка. Хотя, как правило, во второй половине дня, поэтому если вы где-то на полуставке по выходным занятий нет, по выходным занятий нет, суббота, воскресенье полностью в вашем распоряжении. Более того, занятий на самом деле намного меньше, чем в бакалавриате, то есть это где-то в среднем 2-3 дня в неделю, но они бывают задружены. То есть вторая половина дня, как правило, она задружена до вечера. И это учитывайте, когда будете поступать. И, в принципе, если вы найдете где-то работу на полуставки, то вполне. Что насчет аспирантуры? Если типа обычной аспирантуры, то, в принципе, совмещать работы можно. Еще лучше, если будете совмещать работы в университете. Если вы возьмете еще программу аспирантуру полного дня и пройдете конкурс и получите стипендию, то вам, в принципе, будут необходимости для этого. Если вы имеете в виду курсовые работы магистратуры, то одна. У вас одна работа на оба года. Это вот итоговая магистрская диссертация, которую вы пишете. Это своего рода предтеча диссертации кандидатской. Поэтому вам в год не надо писать по 2-3 курсовые работы. Вам достаточно будет... Ну, бывают, конечно, проекты, но они намного менее, скажем так, загружены, чем, опять же, даже магистрская диссертация. Да, давай. Хотела бы добавиться на счет диссертации магистрской. Вот я получилась первый семестр. И уже, в принципе, потихоньку подхожу к написанию диссертации, потому что нужно публиковать различные статьи, мы получим статьи, и все это как раз на тему диссертации. Поэтому проблем с написанием не будет. Да, у вас все равно. То есть постепенно, постепенно идти к своей диссертации. Более того, у вас все равно будут волей-неболей заставлять заниматься вашей диссертацией, если это нужно. Сами любите. Что-то делать. И тем, что будут заставлять писать статьи. Потому что для успешной сдачи, ну, на пятерку, для сдачи магистрской диссертации, необходимо иметь, хотя бы, одну вакускую статью. Желательно две. Опять же, это такая, своего рода, политеча аспиранской жизни, потому что в аспиратуре там их должно быть, соответственно. И они все должны как-то быть связаны с вашей исследовательской деятельностью, с вашей темой диссертацией. Вот. А, собственно, что касаемо выпускных экзаменов, там выпускной квалификационный экзамен в магистратуре и вот защита диссертации. В принципе, и все. Сессия такая, опять же, не настолько надружна, как в бакалавриате, потому что магистратура, она направлена в первую очередь на развитие вашей научной деятельности. Базовое обучение у вас прошло в бакалавриате, а в магистратуре уже в серьезных вещах. Ну, вот серьезные статьи. Ну, естественно, серьезные статьи, они более строго оцениваются, они больше похожи именно на настоящую научную работу, то есть это не просто обучение. Ну и, в принципе, в основном, бакалавриата не настолько сложна, как кажется. Да, немного больше. Мне кажется, после такого варианта. Есть какие-то еще вопросы насчет обучения? Судя по всему, у нас вопросов больше нет. Отлично. Тогда передаем уже завершающее слово нашему предыдущему. Да. Всем доброго дня. Всего доброго. Снова здравствуйте. Буквально пару слов о том, как, собственно, если вы надумаете поступать к нам, нужно ли это делать, в каком формате, я вам расскажу. Также отвечу на те вопросы, которые у нас приняли в стояду. Собственно, что касается подачи документов, я вот хотела напомнить, что у нас были вебинары уже по двойным дипломам, в частности по Китаю, по поводу документов. Да, внестили сейчас документы. Скажу так, пока запросы не выступали в китайской стране, но тем, кто вот пишет конкретно мне уже, да, советую собирать здесь пакет документов и готовиться уже к поступлению. Поэтому не теряйте времени, собственно, начинаем собирать и работать над всем портфелем. Что касается попадания на день открытых дверей, который пройдет в следующую сторону, я думаю, что вы можете приехать к нам, да, на Микруха Маклая 10-2, это факультет ЕГЭФ, он называется, естественно, в коммунитарных наук, и, соответственно, на охране, я думаю, она будет оповещена об этом, сказать, что вы на день открытых дверей. Традиционно он проходит у нас в 325-й аудитории. То есть здесь вы сможете как раз послушать, задать вопросы, посмотреть, досмотреться и понять, насколько мы с вами, нам с вами попутим. Что касается подачи всех документов, собственно, мы начинаем работать с главным корпусом РУДН чуть раньше, чем 20 июня, но документы принимать начинаем уже с 20 июня 2018 года. Собственно, заканчиваем мы их ровно через месяц, 20 июля того же самого года. Что касается экзамена, да, экзамены традиционно проходят как раз сразу на неделю после включения приема документов, то есть это на бюджетную основу 20 по 27 где-то июля. Ну, я думаю, что в этих числах будет установлена дата. Об этой конкретной дате вы сможете посмотреть тоже на нашем сайте, там это все будет вырешено и доступно в разделе «Поступающие». Что касается количества бюджетных мест, да, если вы претендуете на программу, о которой рассказывали мои коллеги, их будет 10. Соответственно, конкурс на философию обычно высокий. В прошлом году будет достаточно высокий конкурс именно на это направление, собственно, нужно будет хорошо подготовиться к экзамену, да, и написать его на достойное количество баллов. Что касается самого экзамена и документов необходимых, я тоже об этом уже говорила, собственно, но не устаю повторяться. Это копия вашего документа о высшем образовании с приложением, то есть это диплом, да, либо оригинал. Это копия обестверения личности, ваш паспорт и 4 фото. Экзамен будет проходить у нас в междисциплинарной форме. Коллеги уже об этом говорили, что вы будете всегда включать вопросы по разным направлениям философии. Вы можете с ними ознакомиться тоже на сайте, они все есть, вымешивали в отдельную магистратуру, собственно, выбрать специализацию и можно скачать этот вопрос. И что касается самого проведения, да, по результату обычно вмешивают себя в следующую очередь. То есть достаточно быстро, можно узнать, прошли или не прошли. Далее, что касается работы и тому подобное. Девушки-то немножечко рассказывали, сколько проверяют работы. Ну, где-то в день они, в принципе, проверяются. То есть у нас результат у нас следующий, либо через день. То есть все очень оперативно. Да, как-то срабатывают и аккумулируют лучшие свои мозговые кадры для того, чтобы проверять магистрские работы. Что касается работы, да, где у нас класс обычный трудоустроенный, не только на самом деле преподаватели, знаю это и из личного опыта, у меня очень многие знакомые, кто и работает и своим делом занимается, кто работает переводчиками, кто работает и представителями, собственно, на нашем государстве за рубежом. То есть очень разносторонние и образования, и базовые знания, которые получают студенты, регистрации в ходе обучения. То есть философия на самом деле очень фундаментальная наука, которая позволяет в дальнейшем хорошо трудить строиться. Но, помимо всего прочего, у вас будет еще и поспорить, что РУДН – это один из топовых вузов и образование, которое дается на соответствующего уровня. Так, если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете мне написать, здесь мои контакты. Задать вопросы по поступлению, по процедуре подачи документов, всегда с удовольствием отвечу. Что касается китайских программ, тоже, в принципе, можете ко мне обращаться, либо можете обращаться на на философию, и они вам также относятся. Есть ли ко мне какие-то вопросы? Спасибо. Вам спасибо большое. Хорошо, отлично. Значит, есть вопросы. Мои коллеги тоже передают вам пожелания хорошего дня, подходят ко мне, чтобы с вами попрощаться, ждут вас на экзаменах. Я вас буду, в свою очередь, в приемной комиссии, и, соответственно, уже как с нашими студентами в Российской университете дружбы народа. Также, желаю вам, что в следующий вторник можете прийти на день открытых вузов. Всем большое спасибо. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова